Всех приветствую на канале, с вами опять Роман Галарин и сегодня хотел поговорить о такой нужной и интересной теме о наших детях, что нужно ребенку при появлении на свет и даже до появления. Просто хотел резюмировать из всех наших полученных знаний ранее и с вами поделиться. Кому-то это будет интересно, кто часто смотрит мои видео, он понимает о чем я говорю, а те люди, которые только-только попали ко мне на канал, может еще что-то будет непонятно. Поэтому смотрите предыдущие видео, многие видео, они взаимосвязаны. Итак, что нужно ребенку при появлении и до появления на свет? Естественно, когда происходит зачатие ребенка, то есть надо понимать, что многие пытаются найти какой-то день определенной зачатия, но поверьте мне, что ребенок он все равно рождается в определенное время. Есть несколько там ключевых точек, да, когда может появиться ребенок. Не просто так, а каждый день, как вы думаете, он не появляется. Появляется определенная душа в основном у вас, у родителей. И желательно, чтобы люди более-менее находились на растительной пище. И тогда ребенок может быть вегетарианцем, то есть он не должен есть какую-то животную пищу. Если он уже более-менее развит, и вы более-менее развиты. Так вот, естественно, когда ребенок в утробе матери развивается, сейчас мы не будем останавливаться на питании, где-то, наверное, полтора месяца, месяц до родов, нужно поставить защиту от кармы. Почему она нужна? Что это такое? Часто у мамы, у папы бывает карма. То есть карма, опять же, будет индивидуальная, которая в прошлой жизни наработана. Родовая, которую мы перенимаем от своих родителей при рождении, называется родовая карма. У них она индивидуальная своя, то есть как энергетический вирус попадает к нам и потом начинает с нами играть злую шутку. То есть проблемы со здоровьем возникают в основном, могут какие-то финансовые проблемы быть и так далее. В основном со здоровьем проблемы. Чтобы не было этих вещей, то есть мы ставим защиту от кармы. Прописывается на энергетическом уровне в программу человека и ребенок чистенький рождается и ничего не цепляет ни от мамы, ни от папы. То есть в простонародье это называется генетическое заболевание. Например, у вас проблемы с венами были, у вашего ребенка, скорее всего, тоже будет. Первый ребенок может чуть больше зацепить, второй чуть меньше. Но иногда бывает наоборот. Почему? Потому что сами учителя, они решают, кому больше кармы дать, кому меньше кармы дать. Кому больше защиты, кому меньше. То есть они регулируют таким образом. Дальше. После рождения сразу же, буквально родился, если вам горит, то сразу нужно посмотреть земное имя. Какое земное имя подходит вашему ребенку. Не все люди могут почувствовать, какое имя дать ребенку. Часто оно просто само по себе, некоторым более развитым людям в голову приходит. А остальным людям нужно обращаться к контактерам. Даже если приходят, лучше все равно проверить. Может, темное прислали в голову информацию. Как вы назовете человека, имя будет помогать. Если имя ему подходит, оно будет пожизненно ему помогать. То же самое, как и правильные металлы, правильные камни. Они дают человеку больше энергии. Цвета. Это все в совокупности реально будет помогать. Смотрите, правильное имя, правильные металлы, которые он носить будет, правильные цвета, номера, которые он будет знать. То есть все, все, все вот эти вещи, они реально играют большое значение в совокупности и реально помогают человеку. Сильно, конечно, оттягивать не получится по нашим законам, потому что нужно и вписать имя во все документы, поэтому надо это быстро делать. Как правило, мы это без очереди делаем очень быстро. В основном еще делают, чтобы было вообще хорошо ребенку, защиту от вампиризма. То есть многие люди являются вампирами энергетическими. У них это в программе прописано, что подзарядиться к какому-то человеку. Он просто может от вашего малыша подзарядиться, от вас подзарядиться, еще от кого-то. Не всю энергию он может получить от сна, от еды, а вот у него просто так прописано, что он может получать от других людей. Поэтому ставится защита легкая, от вампиризма. И ваш ребенок будет защищен. Также, во-первых, это все можно временно ставить. На сколько-то лет или на всю жизнь, это не играет значения. Также можно сразу некоторым людям защиту от темных поставить. Самого рождения. И даже процентов с ним. Не всем, но можно. Желательно сразу же проверить ребенка на вирусы, всякие паразиты, глисты, бактерии ненужные. То есть, если еще не успели в этом мире нацеплять, ни в роддоме, ни от родителей, то сразу можно же прописать защиту от всех этих вирусов, бактерий. То есть, каким-то людям до 90% будет защищать, каким-то даже на 99%. Такая защита от различных ненужных вирусов. В человеческом организме есть определенные вирусы, бактерии, грибки. Они в норме есть. Это нормально. Но есть очень много различных групп вирусов, паразитов, глистов, как угодно называются. Бактерии. Они не нужны организму человека, но они попадают в связи с жизнедеятельностью. При поцелуях, при контактах и так далее. То есть, при контакте с окружающим миром они попадают в организм и могут сопровождать нас всю оставшуюся жизнь, как подселенцы. Их мы тоже убираем и взрослым, и детям, и старикам, поэтому проблем никаких нет. Но я говорю, что ребенок правильно рос, и у него уже изначально не было никаких проблем. Также можно узнать, до каких лет его кормить молоком. После этого можно узнать меню, что ему давать, что ему не давать. И тогда он практически вообще болеть не будет. Также и про прививки все это можно подробно рассказать. Подробный план как ребенка кормить. Иногда бывает уже предназначение практически с самых ранних лет, там с 3-4 лет. То есть уже можно узнать, что человек, что душа должна делать, зачем она сюда пришла. Чуть позже можно узнать, когда уже ребенок более-менее говорит, начинает думать, о чем-то мечтать, посмотреть, куда направить его. То есть какой спорт подходит, в какие кружки отдать заниматься, куда направить ребенку учиться. То есть изначально вы уже сами потратили небольшое количество денег на эту информацию, можете направить ребенка в то или иное русло. То есть если вы знаете, все мы учились в различных вузах, высших, после школы и наверное больше 60% людей у нас в стране, так как в других странах может быть меньшее количество, а у нас именно в стране не по профессии все работают. и это говорит о том, что какие-то родители наставят, чтобы продлили династию каких-то кузнецов, врачей, военных и так далее. То есть это неправильно. У каждого человека в программе есть какое-то определенное направление, куда ему надо двигаться. Хобби и работа. Поэтому это очень важно. Дальше. Если ребенка дразнит в школе, оскорбляют, у него какие-то дефекты есть, это тоже можно поставить определенной защитой и вы просто будут не замечать его сверстники, не будут ему гадости, говорят, о, эти лопоухи там, у тебя там нос такой, ну, с вами, понимаете, бывают разные ситуации. То есть это тоже все можно сделать. По поводу работы, естественно, чуть позднее можно посмотреть, когда ребенок уже более взрослым станет. В какой институт пойти и какой работой заниматься. А так, естественно, есть очень много таких мелких вопросов. если интересно, конечно, по здоровью с самого детства можно посмотреть, если там ребенок, допустим, рождается с какими-то заболеваниями, как говорят в медицине традиционной, врожденными или наследственными, все это просмотреть можно. Что делать, как делать, то есть, когда на начальном этапе развития вы изучаете своего ребенка, понимаете, что да, вот у него какие-то есть проблемы, аллергии, то есть, это без проблем можно выяснить, почему это происходит, либо с пищей связанной, либо какие-то заболевания у ребеночка есть, поэтому все это реально, реально. Ну вот, я основные такие направления сказал, чтобы я, например, своему ребенку однозначно бы делал, а уже какие-то дополнительные вещи, дополнительные вопросы, нужно, конечно же, если что-то непонятно, обращайтесь, не стесняйтесь, подскажу, и уже тогда таким образом можно посмотреть индивидуально, потому что не все дети, допустим, болеют, у всех какие-то разные ситуации, у кого-то большие семьи, кто-то маленький и так далее. То есть, вот эти все нюансы всегда лучше выяснять с самого детства, чтобы ребенка направить в правильное русло, и чтобы ребенок, например, чувствовался потом хорошо, потому что многие из нас выросли как сырники, то есть, что нам говорили, так мы и жили. На самом деле знаний мало в то время было, сейчас начинает появляться все больше и больше знаний, естественно, этими знаниями надо пользоваться. Знания это силами, недаром такая пословица есть. Многие люди, даже слушая мои лекции, как бы, могут поменять свою жизнь очень кардинально. Но если же вы обращаетесь и для вас мы индивидуально подбираем информацию, но опять же повторюсь, часто мы говорим такие вещи, что люди, которые недавно проходят на мой канал, они не все понимают, поэтому смотрите больше видео-лекции, смотрите, вникайте, анализируйте, думайте, можете, по-моему, какие-то параллельные каналы, какие-то книги прочитать, потому что я прекрасно понимаю, нельзя сначала выйти на меня и слепо довериться. Понятно, что у кого-то сомнения какие-то возникают, кто-то наоборот чувствует это внутри, эти знания, и поэтому это очень важно, каждый сам свой путь выбирает. Итак, я думаю, что эта информация многим родителям будет полезна, нужно на нее ориентироваться, на эту информацию, будут вопросы, пишите, все самое доброе, и увидимся в новых выпусках. Всем пока!